всех приветствую продолжаем знакомиться с творчеством художников джон дунка шотландский художник художник-символист во многих своих работах обращался к мифологическим темам прежде всего к сюжетам и образом кельских преданий и легенд о короле артуре джон маккеди дункан родился 19 июля 1866 года шотландии его отец был скотником и мясником но джон не пожелал продолжить семейное дело и решил стать художником возрасте 15 лет он уже предоставлял иллюстрации для местного журнала а позже был принят в газету данди эвертайзер на должность помощника в раздел новостей из мира искусства одновременно он учился в художественной школе дань 1887 1888 годах дунка наработал лондоне как художник-иллюстратор а затем отправился на континент где учился в антверхинской королевской академии изящных искусств под руководством шарля верла и в дюссельдорской академии художеств я цитирую википедию посетил париж и рим флоренцию венецию 1889 вернулся в данди где провел выставку своих работ в новой галерее искусств королевы виктории при художественном музее и галерее макмануса следующем году он стал одним из учредителей ассоциации изобразительное искусство данди ныне художественное общество данди в этот период он писал портрет на заказ что служил для него основным источником заработка дункан создал цикл и фресок на мифологические темы украсивших стены квартиры гедеса университетского общества в единбургском квартале рэмси гарден 1897 году вернулся в данди дункан провел несколько выставок своих работ на кельские темы в том числе в галерее ассоциации изобразительных искусств данди королевской шотландской академии и в королевском институте изящных искусств глазки 1900 году благодаря поддержке патрика гедеса дункан получил должность профессора в чикагском институте основанных фрэнсисом уэландом паркер здесь числее учеников был американский скульптор и художник уильям зоро 1890 дункан создал в интерьерах единбургского квартала рэмси гарден два цикла фресок на мифологические темы первый был посвящен эволюции духовой музыки второй легендарным героем кельтов историческим деятелям средневековья возрождения сыгравший важную роль интеллектуальной истории шотландии кельтский цикл был дополнил 1926 году символическими портретами пятерых великих людей живших новое время умер в шотландии в единбурге 1945 году вот так вкратце если теперь эти переводной о шотландском художнике символисти джон маккерди дункан пока пока до свидания